Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мое почтение и благодарность организациям данной конференции. И сегодня я хочу в ближайшие полчаса осветить такой важный аспект, беря эстафету от предыдущего докладчика, о том, какие сложности возникают по ведению пациентов с нарушениями функции выделения мочи. В частности, взять маленький блок из общей нарушения функции тазовых органов. Это отведение мочи. Как сделать этот процесс безопасным, легким и комфортным? И здесь очень важна роль именно медицинской сестры, которая будет скрупулезно и правильно подбирать технические средства реабилитации при нарушении функции выделения и помогать пациенту сделать этот процесс максимально незаметным и нетяжелым в плане всей бытовой жизни. Нам нужно понимать, что мы говорим с вами про нижние мочевыделительные пути, не берем функцию почек и только лишь помним о том, что в первую очередь мы заботимся именно о верхних мочевых путях, когда налаживаем нарушения внизу. И хочу сразу оговориться, что в нейроурологии, а я специализируюсь из всей общей урологии в нейроурологическом профиле, мы занимаемся функциональной единицей нижней мочевой пути, которая состоит из самого мочевого пузыря и мышц промежности, которые удерживают мочу. То, что называется зоной мышц промежности – наружный сфинктер мочевого пузыря. Мочевой пузырь сам по себе – это мышечный орган, он способен растягиваться и сокращаться. Его стенка способна утончаться по мере накопления мочи. И в норме взрослый человек может копить мочу в течение 3-4 часов до объема 300-500 мл. И затем в норме безопасно ее выделить. И таким образом у нижних мочеводительных путей есть две функции. Функция накопления и удержания мочи – это то состояние, в котором находимся мы сейчас все с вами, кто слушает данную лекцию, в частности я, когда наш детрузер ослаблен, а сфинктер мышцы промежности плотно сжаты, герметично. И у нас запущена такая длительная фаза, которая длится практически 24 часа в сутки. Это фаза накопления мочи. А на несколько секунд 3-4, в норме от 4 до 6 раз в день, мы переключаем фазу накопления на фазу выделения мочи. Запускается она с расслабления сфинктера и сокращается вся толща мочевого пузыря, вся стенка детруза, и полностью изгоняется весь объем накопленной мочи. Таким образом, есть важные вехи. Почему я на этом останавливаюсь? Чтобы и сам пациент, и средний медперсонал, и врач всегда налаживал именно, подходил именно к двум этим функциям. И функции накопления, и функции выделения. Вот в фазу накопления стенка расслаблена, сфинктер сжат, низкое внутрипузырное давление, не чувствуется пазы, моча не подтекает. При переключении на фазу выделения в норме, это усилием воли человек сам озвучивает это, или сам для себя принимает решение, уединяется, запускает акт выделения мочи с того, что расслабляет сфинктер, сокращается мышцы промежности, и происходит эвакуация мочи. И вот когда эти фазы нарушены, чтобы было просто, мы делим на нарушение фазы накопления, нарушение фазы выделения, и различные другие процессы, которые мешают адекватно опорожнить мочу. Я не буду долго останавливаться на этих медицинских терминах. Сегодняшняя наша лекция посвящена нарушению функции мочи выделения. И в частности, если у человека либо полностью отсутствует выделение мочи, либо есть такой признак хронической задержки мочи, как остаточная моча, нам необходимо обязательно помогать такому пациенту и обязательно налаживать полное опорожнение мочевого пузыря. При этом, если мы с вами говорим про остаточную мочу, которая может быть совсем немного, чуть больше 10%, и пациент говорит о том, что не хочет, или медицинский персонал недостаточно внимательно отнесся, и в принципе мочи совершенно немного, вот то, что мы не видим, и то, что находится внутри мочевого пузыря, это однозначно инфицированная моча, это однозначно благоприятная среда для камнеобразования, и всю остаточную мочу, которая занимает объем более 10% от функционального объема, функциональный объем у нас от 300 до 500 мл, необходимо эвакуировать с такой же примерно частотой, с которой происходит мочеиспускание. Это 4-6 раз в сутки в норме у взрослого человека. Иначе мы рискуем провоцировать такое грозное состояние, как пузырь на мочеточниковый рефлекс, когда мочевой пузырь делает сокращение, при этом моча адекватно не опорожняется, и может быть заброс верхней мочевой пути потихоньку, ткань почек превратится, истончится, и почки превратятся в гидронефротический мешок, наполненный мочой, и без функции паренхема. И здесь на рентгене можно увидеть, как это выглядит, когда не налажено адекватно опорожнение мочи, или когда пациента не подобраны правильно технические средства реабилитации, и происходит такая ситуация, что моча забрасывается, или в мочевом пузыре образуется дивертикула. Итак, если нарушена функция опорожнения мочевого пузыря, что вообще гипотетически предлагается такому пациенту? Это рефлекторное мочеиспускание с мануальным пособием, когда пациент, чувствуя позыв или не чувствуя позыв в определенный временной промежуток, начинает либо раздражать триггерные зоны, пощипывать лобковые волосы, либо постукивать в проекции мочевого пузыря, либо использовать приемы кредевальсальвы, то есть тужит, или надувает живот, или со всей силы напрягает мышцы живота, занимает специальные позы, как бы выдавливая мочу. Следующий слайд будет посвящен этому методу. Мы можем предложить постоянное дренирование мочевого пузыря, и чаще всего вы, как медицинский персонал, сталкиваетесь с мочевыми катетерами, которые устанавливаются через естественные мочевые пути, или через супракубикальный катетер цистостома. И третий современный, и такой спойлер, самый безопасный, легкий и комфортный для пациента и для обслуживающего персонала, метод периодической катетеризации мочевого пузыря, когда в человеке нет никаких постоянных трубок, источников инфекции. Это производится через мочеиспускательный канал или через сухую континентную стому после специального оперативного вмешательства. Когда пациенты и некоторые медики говорят о том, что катетер – это ужасно страшно, это источник инфекции, проводили исследования, и исследований много. Вот самое такое основное было, когда взяли и наблюдали достаточно долго, порядка 28 лет наблюдения, пациентов, находящихся на периодической катетеризации, находящихся на постоянных уритральных катетерах, на цистостоме или рефлекторно-пассивно-опорожняющем мочевой пузырь. Больше всего осложнений в отсроченный период было у пациентов с цистостомой, а также использующих пассивное мочеиспускание. Еще раз рентгенограмма про пассивное мочеиспускание. Вот на первой рентгенограмме вы видите мочевой пузырь белым контрастом, прокрашенные зоны, выглядит в виде такого основного резервуара, рядом дополнительный резервуар, есть множественные мелкие карманы. Это дивертикул достаточно огромного размера, это ребенок, которому мама боялась проводить периодическую катетеризацию, и из страха катетеризировать 6-8 раз в день отводила мочу только утро и вечер. И все остальное время мочевой пузырь испытывал нагрузки и очень быстро сформировалось такое состояние, где вертикулы мочевого пузыря необходимы операции. Ну и в том числе, когда люди используют пассивное мочеиспускание, надавливают на мочевой пузырь, вызывая превышенное давление внутри полости мочевого пузыря, при нерасслабленном сжатом сфинктере мышцы промежности происходит заброс, и в конечном счете очень быстро теряется функция почек, а это уже гемодиализ, пересадки, уже совсем другие проблемы, чем просто наладить отведение мочи. Про катетеры. То есть про пассивное мочеиспускание мы забываем. Это самый большой риск осложнений, это методика запрещенная во всем мире. Дальше мы предлагаем пациенту катетеризацию мочевого пузыря. Катетеры бывают жесткие, про них мы забываем, это уже наше прошлое, и мягкие. По типу наконечника тип нелатона и тип тимона. Тип тимона – это загнутый катетер, тип нелатона – это прямой. При этом я хотела показать, надеюсь, что меня тоже сейчас видно, что и катетер типа фоли бывает по типу наконечника нелатона и по типу тимона. То есть это не обязательно, мы говорим про катетеры, которые без фиксации. По типу фиксации катетеры бывают обычные, нефиксируемые в мочевом пузыре. Для разового отведения мочи. И фиксируемые типа нелатон. Сейчас петцера уже не используется, очень сложно извлекать. Тип катетеры типа фоли, я даже не буду останавливать ваше внимание про то, как раздувается баллон, как меняется, остановлю только на некоторых нюансах. Чуть попозже. И по типу материалов катетеры бывают силиконовые, латексные, латексные силикализированные, поливинилхлоридные, полиуретановые, различные комбинированные. Очень большое разнообразие. По диаметру катетеров. Катетер подбирается, так называемая, калибровка уретры индивидуально. При этом опытные урологические сестры, лучше врачей, знают, что чем больше диаметр катетера при методе отведения мочи разово, тем более безопасна периодическая катетеризация мочевого пузыря. То есть, если у мужчины входит и 12-й, и 14-й катетер, разумнее выбрать 14-й катетер, потому что 14-й шарьер будет лучше раздвигать складки зоны сфинктера, более безопасно входить в шейку мочевого пузыря, проходить простатические отделы уретры. Это касается мужчин, потому что им больше всего важна калибровка уретры. Ну, или если это ребенок, то подбирается индивидуально. При этом мы помним про внутренний диаметр катетера, который чем больше шарьер, тем шире. А с учетом того, что наши с вами пациенты чаще всего имеют хроническую инфекцию, это очень важно для того, чтобы эвакуировать все содержимое мочевого пузыря, в том числе различные сгустки или хлопья, то, что сопутствует нашим хроническим мочевым инфекциям. Если мы говорим с вами про уретральное дренирование мочевого пузыря через уретру, очень важно помнить о том, что необходимо правильное позиционирование полового члена, если мы говорим с вами про дренирование мужской уретры. это позиция к животу, то есть когда мы либо пластырем, либо с помощью катетера, либо есть такие специальные устройства, которые сюда вставляется трубка катетера, защелкивается, это просто будет в мочевом пузыре, и клеится в удобное место, чтобы расположить катетер правильно, и чтобы половой член был в позиции к животу. Иначе мы с вами можем в зоне изгиба при длительном состоянии катетера достичь такой ситуации, когда это внутренний пролежень, и затем уже сформируется свищ, в данном случае уретромошоночный свищ, или различные осложнения, которые уже требуют хирургического вмешательства. Про замену. Я очень много работаю с пациентами, имеющими позвоночную спинномозговую травму, которые находятся на дополнительных методах отведения мочи от момента травмы пожизненно, и если мы говорим с вами про постоянные дренажи, то по нашему опыту безопаснее всего в плане развития инфекции менять дренаж каждые 7-10 дней. Обычно раз в неделю заменяется дренаж как цистостомический, так и уретральный. Еще говоря про дренаж, это связано с тем, что на внутренней поверхности катетера формируются биопленки, безопаснее всего использовать латексный материал, он сейчас бывает крашеный, бывает прозрачный, или силиконовый, или безопаснее всего использовать, простите, силиконовый материал, или латексный, силиконизированный. Еще я хотела обратить ваше внимание, и мы уйдем с темы постоянного дренирования в периодическую катетеризацию, о том, что когда мы выбираем катетер для дренирования, неважно какого он диаметра, нам необходимо учитывать расстояние от муфты, от баллона до конца катетера, поскольку если не тренируется накопительная функция, то внутрипузырный конец катетера будет больше всего раздражать, мешать пациенту, если чувствительность сохранена, если чувствительности нет, то больше всего травмировать. При этом, неважно, вот у меня двух разных диаметров катетера, я хотела вам показать, насколько по-разному, ну вот два одинаковых диаметра. То есть здесь намного больше, вот эта зона от муфты, когда раздутая, до конца катетера. И чем меньше эта зона, тем более безопасно и более легко переносится катетер пациентам. Замена происходит, рекомендовано латексных раз в семь дней, силиконов допускается до двух недель, связанная именно с биопленками. И с этими же биопленками связана запрещенная процедура уже во всем мире, промывание мочевых дренажей. Никто не промывает дренажи, мочевые пузыри, затем, за исключением послеоперационного периода, когда риск тампонады мочевого пузыря, кровяными сгустками, когда идет массивная, большая раневая пузырь, тогда промывается мочевой пузырь на ту зону, на то время, пока ранний послеоперационный период. Если мы с вами говорим про хроническую инфекцию, про хроническую задержку мочи, дренирование мочевых путей через цистостому или через рутральный дренаж, никаких промываний, все это запрещено, из-за инфекции. И есть метод периодической катетеризации мочевого пузыря. Это очень простой, легкий, комфортный метод, когда 4-6 раз в день примерно у взрослого человека в промежутке 4-5 часов моча отводится разовыми катетерами. Периодическая катетеризация метод выбора во всем мире. Более того, технические средства, правильные технические средства реабилитации выписываются бесплатно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации. По законам, если человек имеет статус инвалид, он имеет право на 180 катетеров для периодической катетеризации в месяц. Это прописано в законе 85 о нормативах пользования и в пункте 21, где есть перечень специальных средств при нарушении функции выделения, за пунктом 21.20 или 21.21 катетер для самокатетеризации лубрицированный или набор для самокатетеризации со сроком пользования не менее 4 часов. Это значит, 24 делим на 4, получаем 6-6 в сутки, умножаем на 30, 180 в месяц. При этом очень важно. И все следующее время будет посвящено именно разнице между простыми, сухими катетерами, которые мы привыкли пользоваться специальными гелями и современным техническим средством реабилитации. Это в английском языке называется Coated catheters. У нас перевели как лубрицированные и из-за этого, из-за вот транслитерации произошло такое недопонимание, потому что лубрицированный катетер это любой катетер со смазкой. А правильнее говорить катетеры не покрытые и покрытые гидрофильным покрытием. Не покрытые катетеры это обычные катетеры, которые требуют отдельно наносимой смазки или предварительно в упаковку, например, производитель внес лубрикант, внес в данном катетере внес глицерин и катетер является сухим, не покрытым, он не требует активации водой, но представляется как лубрицированный. А покрытый катетер это катетеры, которые в заводских условиях производителем напаян гидрофильный слой, который при контакте с водой захватит воду и будет ее удерживать и весь на всем протяжении дренажной трубки покроется специально слизью, которая не может быть стерта с катетера. Эти катетеры бывают уже в воде, уже готовые к использованию или требующие активации. Либо дополнительно доливается вода, либо очень удобно такое производитель вносит в канватек, в катетерах джентлкет, есть такое саше с водой, это не гель, это просто физраствор или стерильная вода, которые при вскрытии упаковки, сейчас я покажу вам маленькое видео, будут способствовать тому, чтобы катетер активировал вот этот гидрофильный слой и сделать катетеризацию максимально легкой и максимально безопасной. И сейчас вы когда посмотрите видео, вот сейчас я попробую запустить и буду комментировать. Вот мы берем катетеры, которые сухие, они требуют отдельной наносимой смазки, я всех прошу помнить о том, что смазку нужно наносить не просто на катетерах предварительно при катетеризации мужской уретры и в уретру, то есть в сам половой член, вот сейчас посмотрите какая сила трения, то есть мне приходится удерживать половой член и я не могу, я делаю специальное нажатие для того, чтобы попасть в полость мочевого пузыря с учетом того, что это муляж и у него нет таких изгибов, как у мужчины и этот муляж не имеет аденомы предстательной железы и вот насколько легко входят катетеры с гидрохильным покрытием, то есть одной рукой без всяких усилий, это могут делать даже пациенты с ограниченной функцией рук, могут провести данный катетер в полость мочевого пузыря, почему я назвала свою презентацию легко и комфортно, это легко не только для самого пациента в плане переносимости, но и для медицинской сестры в плане катетеризации не требуется никаких дополнительных усилий, это минимальная травматизация уретры, в том числе мужской, для женской это вообще и говорить нечего, активировал катетер, вскрыл упаковку и безопасно провел процедуру катетеризации, и когда у нас в урологическом поле появились катетеры отдельно с гидрофильным покрытием процедура катетеризации перешла в зону аутокатетеризации, самокатетеризации, то есть человек сам 4-6 раз в день может проводить себе процедуру отведения мочи, контролировать функцию мочевого пузыря. У меня очень много пациентов с ограниченной функцией рук при шейной травме, тетраплегика, когда руки совсем слабые и они удерживают катетер не щепковым захватом, а например между ладоней и способны к самокатетеризации именно за счет того, что крайне низкая сила трения. Вот насколько это легко и быстро. Активируется САШС водой, при этом вода контактируя с поверхностью катетера будет активировать гидрофильный слой, производитель просит подождать 10-15 секунд, есть специальный клеящий кружок на упаковке, вы прикрепляете катетер либо к стене, либо к горизонтальной поверхности, достаете из упаковки катетер и производите катетеризацию мочевого пузыря. При этом у некоторых катетеров есть муфта, вы можете с помощью муфты перехватываться, потому что мы не рекомендуем трогать ту поверхность катетера, которая войдет в мочевой пузырь, или же держа только за верх катетера проводить катетер по уретре. Что важно еще отметить, катетеры отличаются, если когда я вам рассказывала про катетер фолея, у меня есть еще 8 минут, чтобы чуть-чуть про тонкости сказать, что нам нужно зону от баллона до наконечника контролировать, чем она меньше, тем катетер лучше, и пациенты больше его любят. А при периодической катетеризации мочевого пузыря нам необходимо очень большое внимание уделять зоне дренажных отверстий. Я попыталась здесь на фотографии показать разницу между катетером, вот как мы смотрели с вами джентлкет с гидрофильным покрытием, какое здесь дренажное отверстие узкое, отполированное, покрытое лубрикантом, и простой катетер, на который мы, да, безусловно, нанесем смазку, но вы видите, насколько уже даже просто на непрофессиональной фотографии с телефона, насколько грубо вырезаны отверстия, и при катетеризации у ротелей будет травмироваться внутренняя поверхность слизистой именно глазками, именно вот этими дренажными отверстиями, не давая пациенту безопасно провести процедуру катетеризации пациента или медицинский персонал, когда достает катетер, после отведения мочи, иногда видит на глазках даже залипание слизистой или после процедуры катетеризации небольшую примесь крови. А что нужно еще сказать? Что обязательно для того, чтобы пациент, имеющий нарушение функции мочевыделения, мог контролировать то, что называется blood management, как говорят некоторые, станьте менеджером своего мочевого пузыря, если нарушена функция выделения при рассеянном склерозе, у возрастных пациентов при различных уже нарушениях болезни Паркинсона, дементных состояниях, у пациентов с травмой позвоночника, у детей с врожденными патологиями центральной нервной системы, такими как спинобифида, необходимо проводить правильное обучение и на школах рассказывать, как это легко и безопасно, чтобы пациенты прекратили выдавливаться, чтобы им не устанавливали постоянные мочевые дренажи в полость мочевого пузыря. Для детей мы разрабатываем специальные адаптивные материалы информационные или для возрастных пациентов, где легко и доступно по шагам делай раз, делай два, помой руки, помой обработой водой или простым водным антисептиком наружные отверстия уретры, вставь катетер, отведи мочу, утилизируй катетер. То есть крайние простые шаги. И разъяснять родственникам или самим пациентам нормативно-правовую базу, что эти катетеры могут выделяться и выделяются бесплатно по всей России. Больших проблем с обеспечением катетерами нет. И в регионах, где очень были сложности, Бюро МСЭ уже идет навстречу, и уже это техническое средство в таком большом количестве, такое дорогое, 180 штук в месяц за большую цену, если это приобретать самостоятельно, уже не пугает органы, которые обеспечивают наших пациентов и способствует тому, чтобы пациенты не имели вторичных осложнений, чтобы у них не было тяжелых инфекций, часто рецидивирующих, и не нарушена была целостность мочевого пузыря. И последний маленький аспект, я хочу сказать вам как самым важным медицинским сотрудникам, которые обеспечивают и заботятся о пациентах с нарушениями, хроническими нарушениями функции, это про то, что если установлен катетерфоли, мочевой пузырь, и произведена, по каким-то причинам пациенты не катетеризируются, а используют постоянный мочевой дренаж, ему необходимо тренировать накопительную функцию, то есть не просто тренаж стоит, пузырь всегда спавшийся, и моча отводится в мешок, а тренировать накопительную функцию мочевого пузыря, для этого необходимо пережимать катетер, противопоказания определяет врач, если нет рефлекс, если нет противопоказаний, и назначено пережимание, тренировка накопительной функции, то у катетера фоли есть два конца во внепузырном зоне, по одному набирается жидкость в муфту, а по другому эвакуируется моча, и вот этот конец можно пережимать, при этом в мире существуют различные виды флип-клапанов, которые присоединяются к концу дренируемой мочевой, и дальше либо сюда присоединяется мешок, либо флип-клапан просто открывается, такого или такого вида открывается, и моча эвакуируется, и закрывается, то есть нет необходимости придумывать дополнительные, ну, как мы все с вами знаем, канцелярские скрепки, и так далее, чтобы пережимать катетер, и очень хочу вас предупредить о том, что не стоит пережимать катетер вот в этой зоне, где идет и дренажное отверстие для наполнения муфты, пережимается катетер вот в этой зоне, где происходит эвакуация мочи, тогда мы не пережмем канал, и для эвакуации жидкости из муфты будет достаточно много, ну, достаточно легко из этого канала будет эвакуироваться жидкость, чтобы удалить катетер. Ну, это основное, что я хотела сказать, мне очень жаль, что мы не встречаемся с вами очно, потому что на такой мастер-класс обычно медицинские сестры приглашаются, и мы активно трогаем, катетеризируем муляж, и у вас есть возможность задать вот эти тонкости, вопросы по всяким лайфхакам, и как лучше позиционировать пациента, как лучше отводить мочу, и была бы возможность живого общения, но я уверена, что мы когда-нибудь с вами встретимся вживую, потрогаем катетеры, покатетеризируем нашего Бориса, еще у него есть подружка такой же муляж женский, поймем, насколько это легко, быстро и комфортно, и будете более качественно заботиться о своих пациентах. У меня все, спасибо большое! Субтитры создавал DimaTorzok